Им желают сухих рукавов и тишины в эфире. Ямальские спасатели поздравили с профессиональным праздником. С неподдельной скромностью выходят для награждения заслуженными наградами, а после служу России. Уже больше 20 лет Эльбрус Акаев несет службу. Говорит, когда идешь на тушение, думаешь не о себе, а как бы людей спасти. Таких пожаров, к сожалению, много. Вот один из них конкретный, когда горело двухэтажное здание, который был под снос, и рядом стояло жилое двухэтажное здание. Это было в 4 часа утра, когда обычно все люди сладко спят. Тогда все обошлось. Елена Прошак работает психологом в ноябрьске. В профессии тоже два десятка лет. За это время успела убедиться, психолог в этой сфере просто необходим тем, кто обычно сам спасает. Без этого невозможно, потому что вера, она как крылья, которое крыляет наших ребят. И мы всегда за них переживаем, мы всегда с ними рядом. И всегда верим в них. А это самое важное, на мой взгляд. Верят и помнят сотрудников не только психологи. К профессиональному празднику приурочили открытие монумента героям мирного времени, пожарным Ямала. На нем спасатель выносит из огня девочку, а за ним весь Ямал. Памятник посвятили мужеству живых и погибших. В отдаленном микрорайоне Лабутанги открыли новую пожарную часть. Старую закрыли несколько лет назад из-за аварийного состояния. Здание оснащено новейшим оборудованием переоделей и сотрудников. Личный состав полностью обут, одет вот на сегодняшний день во все новое аммундирование, предназначенное для несения службы в арктической зоне. Мы планируем до конца следующего года два гарнизона, Надымский и Салихарский-Лабутнанский, одеть полностью во все аммундирование арктического исполнения. Сам праздник спасатели отметят 27 декабря. Но и в этот день сотни сотрудников будут беречь ямальцев от смертельной опасности. Мария Савельева, Максим Кутафин и Александр Ёлтышев. Программа «Время. Ямала».